Для начала, может быть кто не в курсе, 15 декабря в стенах Софии Киевской прошел Объединительный Собор Украинских Православных Церквей, который определил предстоятеля Поместной Церкви, признанной Вселенским Православием. По этому поводу российский оппозиционер Алексей Навальный написал в Фейсбуке следующее. Сегодня произойдет событие исторического масштаба, раскол. Собор в Киеве завершит создание Поместной Церкви на Украине. РПЦ потеряет до половины живых приходов. То, что создавалось сотни лет, было разрушено Путиным и его идиотами за 4 года. Путин – враг русского мира. Кажется, какой замечательный пост, такой типичный, понятный каждому русскому человеку. Но и с другой стороны, понятный любому украинцу и вообще любому демократически настроенному человеку, что пишет этот пост, имперец, националист. Человек, глубоко не разбирающийся не то, что конкретно в этой проблеме, но и вообще в отношениях между независимыми государствами. Так и хочется спросить Лешу Навального, а какое дело российскому политику до церковных дел соседнего государства. Итак, все это не прошло просто так. Была тут же реакция сотни комментариев, которые мы сейчас зачитаем. Александр Крутилко. Вот вроде бы умный человек, а правильно писать не научился. Во-первых, не «на», а «в». Во-вторых, чтобы был раскол, надо, чтобы было объединение, а его не было. Был захват и подмена исторических событий. И третье. Церкви в Российской Федерации нет, есть филиал ФСБ. Дмитрий Марсов. Алексей, Украина имеет право на свою национальную поместную церковь. В этом нет никакой трагедии. Напротив, я радуюсь этой победе украинцев на пути к государственной независимости и сохранению аутентичности украинской нации. Неужели, будь вы президентом РФ, стали бы всеми силами препятствовать созданию украинской православной церкви? Думаю, что не стали бы. Как не стали бы препятствовать и курсу на евроинтеграцию Украины, из-за которого и началась русско-украинская война 2014 года. Путин всего лишь катализатор тех процессов, которые подспудно шли все время. Россиянам нужно понять одну простую вещь. Украина – это другая страна. Украина, не Россия. Сегодня украинский народ обрел свою церковь, так порадуемся же вместе с ними этому. Александр Третьяков – спасибо, Алексей, не лишайте украинцев малейших иллюзий по поводу того, что в России могут быть адекватные политики. Адекватные по отношению не только к Украине, а вообще. Тупой не понимает, что он тупой. С шовинистами та же история. Зоя Леухина – я даже не ожидала, что Алексей Навальный настолько не способен понять, что в Украине происходит. Там нет никакого раскола, там государство укрепляется. Валерий Прозапас – какой это раскол? Украинские церкви объединяются в одну автокефалию. Отличайтесь же хоть чем-то от Кремля по отношению к Украине. Макс Мазур – Алексей, благодарю вас. Спасибо, что напоминаете, что российская оппозиция – такой же враг, как и Путин. И даже хуже. Других русских не существует. Твари. Иван Симочкин – это ФСБ потеряет до половины живых приходов, так что не о чем переживать, надо радоваться. Роман Косяка. Всегда было интересно, зачем взрослому, образованному и маломальски воспитанному человеку писать на Украине, если он отлично знает, что этот предлог раздражает жителей этой страны. Со стороны очень ущербно выглядит уже даже жалко. Может, он на тюрьме таким стал? Татьяна Тронь. Все правильно, кроме слова «раскол». Раскол у вас в головах, дорогой. А у нас в Украине объединение православных церквей в Единую Украинскую. А вы-то к этому событию из другой страны какое имеете отношение? Александра Ковалева. «Раскол, раскол, да. Предательство, раскол. На спину плюнем еще, если надо. Что угодно, лишь бы от нас отпугались уже, наконец, со всеми вашими Путинами, братскими народами, российскими «либералами» и прочими радостями. Вы скажите, что конкретно сделать. Мы сделаем». Сергей Андрющенко. К сожалению, Навальный ничем не отличается от Путина или Ельцина. Послушайте, он сокрушается о потере контроля русского мира над Украиной. К великому сожалению, он выражает мысли большинства российских граждан. Ничего нового, опять кровь, несчастье, которые несет эта недоимперия другим народам. О каком расколе говорит Навальный, если РПЦ не имеет Томаса? Владимир Шевченко. «Не на Украине, а в Украине. Пока вы будете говорить «на Украине» и не согласитесь с тем, что Крым и Донбасс был оккупирован Россией, для Украины и украинцев вы такой же, как Путин. Вы много делаете неплохих вещей, но есть еще над чем работать». Александр Кушнарев. «Бутерброд Навальный безграмотно пишет на Украине». «Понятно, что с каждым таким постом все больше украинцев считают на России небратьями. Работайте, Алексей, мы довольны». Алина Курбатова. «Поздравьте нас с автокефалией и отпустите. Ни к чему эти ваши фантомные боли Украина ушла в 2014 году навсегда». Владимир Даунар. «А до вас еще так и не дошло, имперские имбецилы, что нам с вами совсем не по пути. Копайтесь в своем русском мире сами, а мы не собираемся разбираться в имперских сортах говна. Путин или Навальный, вы враги, изначальные, настоящие, будущие. Смерть осколку империи зла, любому осколку, под любым руководством слава Украине, беларус, гражданин Беларуси». Олег Каберник. «А не задавались вопросом, почему сейчас в Киеве, возле Святой Софии, этому «расколу» рады и верующие, и атеисты? Да потому что рвется еще одна нить, вернее, почти цепь, связывавшая нас с Москвой. Экономика, политика, теперь еще и вера. Мы не хотим ничего общего иметь с вами». Владимир Бугуртов. «Алеша, ты чего нагнетаешь? У вас там за лесами все такие недалекие или путают раскол с объединением? Так вот, в Украине объединение украинских церквей». Павел Ловушкан. «Не раскол, а соединение и возвращение более 7 миллионов православных христиан вернуться в лоно канонической церкви. Это огромное благословение». Дарья Беликова. «Заметили риторику Навального, да? Такой же русскомировец. Просто он бы то, что создавалось сотни лет, не разрушил бы. А что, продолжил бы? Создатели. Все они там одним миром мазаны». Павел Кристинский. «Объединение поместных церквей Украины в одну автокефалию – это раскол?» «Тьфу, какая мерзость!» Вами написано, Алексей Анатольевич. «Абарк-ву». Леша хочет стать достойным продолжателем собирателей земли русской и русского мира. Алексей, не удаляйте этот текст. Сохраните для истории. Дмитро Горностай. «О, ничего нового! Фюрер на России, хоть ГБшный, хоть либеральный, поет об одном и том же раскол. РПЦ потеряет приходы и доходы. Все понятно с вами, Алексей». Владимир Царенко. «Не раскол, а историческая справедливость, как оказалось у РПЦ, Тумаса никогда не было, секта не иначе». Макс Они. «А чем плохо-то, что украинская церковь станет самостоятельной и независимой? Если русский мир – это, по-вашему, зависимость соседей от России, то чем вы отличаетесь от Путина?» Сергей Егоров. «Какой раскол, дурик! Леха, не теряй чувства такта по отношению к украинцам. Это не раскол, а возрождение истинной церкви Руси. Церкви Киевской Руси. Она единственная церковь, мать Руси». Владимир Оленик. «Русский мир нужно читать, как русская война. Я хоть и не верующий, но очень рад, что мы отделяемся от России. На сегодняшний день это самая воинственная, врущая, агрессивная страна на земле. Ху, хоть много есть хороших россиян, но ГБшная система свое сделала». Тарас Вачук. «Не раскол, кол, впасть в ФСБшной церкви бородачей пузатых мракобесах на мерседесах. Никто им не давал автономии, сами, как всегда, все подделали». Владимир Оленник. «Никакого русского мира никогда не было, нет и, надеюсь, не будет. А вот демократическое, процветающее, уважающее соседей, ценящее высокий уровень жизни своих граждан, а не мифическое величие государства России, надеюсь, будет». «Владимир Донор. Вот в этих «на Украине», «Белоруссия», «Грызуны», «Не бутерброд», «Раскол церкви» – вся суть российской оппозиции и ее разница с властью. То есть ноль. «Ну и отношения к себе иного от нас не ждите, наш интерес в том, чтобы вы сожрали друг друга, нам меньше работы». Обратите внимание, Навальный не скрывает, что нет никакого УПЦ, а прямо, говорит, РПЦ, гнать поганой метлой этот филиал Лубянки с чужой земли». Анатолий Пономарев. «Алексей, я предполагал, что ты человек со сдвигом по фазе, но чтобы вот так откровенно показать людям свою фанерную голову, то это уже перебор. Аминь». Оля Гребенщикова. «Эгей, лидер оппозиции России, оставьте имперские замашки, читайте историю, но не ту, что вам преподавали в школе, а реальную. В, в, в Украине происходит не раскол, а объединение. И ваших поповских гипистов тоже пригласили всех до одного, но не все хотят оставить мерседесы и служить Богу и людям». Для тех, кто до конца не понял суть поста Алексея Навального, еще раз лично от меня. Послушайте, что он говорил. «То, что создавалось столетиями, было разрушено Путиным и его идиотами за 4 года. РПЦ потеряет до половины живых приходов. Путин – враг русского мира». Что же получается, если бы Путин не был врагом русского мира, значит, он бы не допустил никакого «раскола» в кавычках РПЦ и не потеряла бы РПЦ половины живых приходов. Другими словами, Алексей Навальный отказывает Украине в своей собственной отдельной церкви. И если бы он был хоть на грамм человек, придерживающийся демократических принципов, он бы порадовался сегодня за Украину, как и все люди. В том числе Соединенные Штаты были первыми, кто поздравил Украину. И правильно сделали. Потому что Украина делает уверенные шаги в направлении своей полной независимости от Москвы. Но отдельные имперцы, маскирующиеся под демократов, нет-нет, да покажут свое истинное лицо. Ну а напоследок пост Айдера Муждабаева на критику того, что Алексей Навальный написал все еще на Украине, он разразился следующим. Если когда-нибудь случится нечто действительно грандиозное, например, летающая тарелка сядет в центре Киева, то все будут писать «Вау, на Украину прилетели инопланетяне, ура, первый контакт». А в комментариях будут сидеть украинцы и писать «В Украину». Айдер Муждабаев. «Это потому, что ты, имперский дятел, больной на всю голову русским шовинизмом, расистским неуважением к украинцам, так ничего и не понял оппозиционер, ***». Алексей Навальный ничего так и не понял. Почему? Да потому, что глуп и всего лишь делает вид, чтобы сойти за умного. Явно пытается выдавать чужие мысли за свои собственные. Я говорю сейчас о расследованиях. А вот в этих постах мы видим настоящее лицо Алексея Навального. У вас есть еще к нему вопросы? Лично у меня нет. Продолжение следует.